После переноса Парада Победы и Бессмертного полка для многих людей встал вопрос, а как провести 9 мая? Как провести его дома в кругу семьи? И хочу сказать, что 17 апреля в пятницу мы провели большой телемост в информационном агентстве «Аврора» с участием научно-исследовательского института антропогенеза с представителями Бессмертного полка в разных регионах. Присутствовала Канада, присутствовала Белоруссия, Кубань, Донбасс. Дело в том, что дальнобойщики Донбасса выступили с инициативой провести Бессмертный полк в своей среде. Они предложили вешать портреты своих предков на лобовые стекла. Вот эти большие портреты, которые люди несут на Бессмертный полк, вешать на лобовые стекла грузовиков. И на вот этом собрании, которое мы провели онлайн, мы выработали дорожную карту того, что можно рекомендовать всем людям, желающим провести, отметить 9 мая. Ни в коем случае не подменить ни Бессмертный полк, ни Парад Победы. Это все будет проведено в другое время, но люди 9 мая могут отметить. И мы разработали дорожную карту, которая звучит следующим образом. Поскольку Бессмертный полк будет проведен в другое время, как обычно это будет массовое шествие, то вот эту акцию, отметить 9 мая у себя дома в самоизоляции, предложено назвать «Дороги памяти и славы». Водители грузовиков и автобусов могут вешать на свои лобовые стекла портреты, большие портреты своих предков в этот день. Водители такси и других легковых автомобилей могут вешать круглые знаки Бессмертного полка на лобовое и заднее стекло. Люди, которые будут находиться дома на самоизоляции, могут вывешивать портреты своих предков, победителей Великой Отечественной войны, в окнах своих квартир и домов. 9 мая в 12.00 предложено всем водителям, и дальнобойщикам, и автобусам, и такси, и просто частных автомобилей в 12.00 гудками отметить День Победы. Сам гудок может быть 5, 10, 15 секунд, каждый посчитает, сколько это может быть уместно, но 9 мая в 12.00 мы можем отметить этот праздник даже в условиях самоизоляции. Вот эта дорожная карта была предложена на нашей пресс-конференции, проведенной в информационном агентстве Аврора, и мы договорились о том, что в первых числах мая мы проведем еще один телемост, во время которого, ну, обсудим, как складывается подготовка. Некоторые люди говорят, а где на самоизоляции напечатать портреты? Я хочу сказать, что советский солдат в Великую Отечественную войну отличался очень развитой смекалкой. И я думаю, что лазерные принтеры, струйные принтеры, которые есть в квартирах, в этом деле, конечно же, смогут помочь. Ну, вместе с скотчем, так тем более. Смекалка русского советского солдата – это наше все. Продолжение следует...